Что должно быть у настоящего охотника или рыболова? Ружьё и патроны, удочка и снасти. И, конечно же, надёжный проходимый автомобиль, который не сломается, нигде не застрянет и не испортит отдых. В Москве прошла ежегодная выставка-ярмарка «Фестиваль охотников, рыбаков и туристов». Поклонники активного отдыха познакомились с новинками рынка, приобрели необходимую экипировку, протестировали профессиональные снаряжения в специально отведённых местах, посетили мастер-классы авторитетных специалистов и пообщались с единомышленниками. Помимо охотничьих и рыболовных аксессуаров, на площадке были представлены различные транспортные средства, те, что подготовлены к самым смелым оффроуд-приключениям. В их числе внедорожники, катера и даже самодельный вездеход. Этот вездеход объединяет в себе и квадроцикл, и снегоход. Ему не требуются никакие дополнительные агрегаты для перехода со снега на твердые рунты. Как известно, что снегоход у нас не может двигаться по твердым грунтам, а квадроцикл бесполезен зимой. Этот же вездеход всесезонен и многофункционален. Вниманию тех, кто пока не готов обзавестись гусеничным вездеходом, предлагались серийные автомобили именитых брендов. Выставочные машины были вооружены внедорожной резиной, кенгурятниками, усиленными бамперами и порогами, лестницами, дополнительными световыми приборами и прочим навесным оборудованием для путешествий по пересеченной местности. Тюнинг бывает разный, да, то есть в основном рыбаки и охотники заказывают именно повышение проходимости, да, то есть машины, чтобы забраться подальше, где не ступала нога человека, вот, и добраться туда на автомобиль. Также заказывают нередко увеличение комфорта, скажем так, то есть это лучшие сидения, кондиционеры, установка, ну, всего чего угодно. Препятствий нет у нас.